Кухня ЖКХ Это коммунальный ресурс на содержание общего имущества. О чем конкретно речь? Ежемесячно ресурсоснабжающая организация, касается энергосбыта, водоканала, считает по счетчику, по общедомому, вычитает оттуда сумму переданных показаний по квартирным счетчикам. И если есть разница, а разница всегда есть с плюсом она или с минусом, они выставляют ее управляющей компанией. Управляющая компания обязана была выставлять в квитанции к жителям вот это КРНСОИ по нормативу или в связи с принятыми собственниками решениями общих собраний по факту. То есть весь небаланс, который предъявляется ресурсоснабжающей компании управляющей компанией, управляющая компания должна распределить между собственниками пропорционально занимающей площади. Перерасчета нужно ждать уже в первом квартале 2023 года, но хорошая новость не всем. Если в доме начисление по нормативу, вот эта разница, этот небаланс есть, в конце года считается и допредъявляется собственникам. Минус управляющей компании здесь в том, что в течение года управляющая компания обязана оплачивать из строки содержания эти расходы ресурсоснабжающей организации и возместит она эти расходы только лишь в конце года. Это значит деньги, которые в течение года можно было потратить на какие-то работы в доме, уходят и вернутся только через несколько месяцев, когда жильцы оплатят квитанции с перерасчетом. Актив Комфорт что-то предпринимает, чтобы с деньгами работать более эффективно. Мы знаем, на каких домах размеры этих небалансов. Стараемся предупреждать собственников дома, что у вас, например, не принято решение платить по факту, а небаланс довольно существенен. Или давайте сейчас переходим, или вы получите в конце года достаточно внушительную сумму. Здесь, конечно, собственникам желательно перейти на ежемесячный факт оплаты, чтобы не получить большую сумму после окончания календарного года. Следите за платежками, там много интересного. И слушайте нашу Кухню ЖКХ, здесь интересно и еще и понятно.